доброго времени суток уважаемый любитель шахмат это последняя ежедневная тактика в январе и так 31 января рейтинг 1563 поехали так 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 ну что ладью брать наверно не нужно наверное есть такой ход как а7 то есть слон е3 тогда слон е3 король же 2 взяли взяли 8 так смотрим слон е3 король же 2 взяли на f1 король f1 ферзь f8 если король е1 или король е2 то ферзь f2 ферзь d2 мат если король же 2 ферзи в 2 шаг король h3 ферзь f1 ну тут точно должно быть что-то ладно попробуем собрали так явно шаг сюда а вот тут надо подумать есть худ g5 есть ферзи f1 и так ферзи f1 король h4 же 5 король h5 и непонятно как атаковать дальше если сразу же 5 если сразу же 5 то например если 4 на помощь 5 какой-то ход нельзя 8 да ну может быть аж 5 тогда начать аж 5 наш 5 же 5 ферзи f1 такие ходы так аж 5 же 5 аж 5 например ферзи f5 ферзи f1 король h4 же 5 король на ферзи д1 будет в конце аж 5 аж 5 аж 5 ферзи f4 шаг а не в том что ферзи е4 шаг ферзи g2 но тогда же 4 а если король g4 то 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 ферзи е2 король h3 да так h5 h5 f4 ферзи f1 король h4 шаг король h5 так стоп h5 h5 же нет хода вообще это ферзи g7 а если g5 g5 или ферзи f1 ферзи f4 например дальше шаг на f1 король g4 дальше 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 непонятно ферзи d1 ферзи е2 король h3 и шаг шаг на g5 король h5 и непонятно тоже g5 ферзи е4 ну как же тут уже 5 идейный ход мат грозит да нужно отходить ферзи на h5 если отойти то шаг на f1 а дальше король g4 шаг на е2 или на d1 и ферзь теряется если ферзи 4 то ферзь f1 король g4 может быть тут h5 тогда король бьет еще раз g5 ферзи 4 шаг король h5 сюда а похоже я понял то есть g5 ферзи 4 ферзи f1 король g4 h5 король h5 ферзь h3 король g6 шаг на h7 король g7 то есть король f6 и где же мат если на g7 то тогда король f5 так мотай не вижу странно еще раз g5 ферзи 4 шаг на f1 король g4 шаг на h5 король h5 ферзи h3 король g6 где же мат 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 ферзи h7 король f6 пешка же ферзи защищает король f6 так fg7 король f5 король f5 если ферзь b2 то f e3 если ферзи h4 то есть ферзь h7 то тогда любой ход так g5 дальше f e4 шаг на f1 король а то что а может быть шаг на e2 тогда ну а что шаг на e2 король h3 король h3 король h3 король h3 может быть может быть может быть сначала шаг потом на g5 король h5 какой же ход может ферзь d3 потом g5 ферзь e4 дальше шаг на f1 король g4 h5 или h5 король h5 ферзь h3 король g6 ферзь h7 король f6 непонятно а если h5 после ферзи f1 король h6 g5 король h5 но тут точно я его никак не смогу прижать хотя ферзь d3 да ферзь d3 и ферзь g6 грозит мат на ферзь d3 можно ферзь f4 шаг на g6 король g4 шаг на h5 король отошел g4 да так шаг на f1 король h4 g5 король h5 ферзь d3 шагов нету грозит мат значит нужно отходить явно ферзем явно ферзем а явно ферзем это куда если на h3 отойти ферзем то шаг на g6 король отошел и шаг на e6 если на f3 отойти ферзем то шаг на g6 король отошел h5 король h3 g4 так тут похоже все какие еще отходы ферзем никаких e7 это мат ладно пробуем ферзь f1 король h4 g5 король h5 d3 смотрим да решено смотрите думал я что тут ничего нет но на самом деле это правильный вариант трудно далась идем дальше так а это чего такое чего это такое чего-то непонятное да тут надо выиграть получается чего-то непонятное ну тут что пешку наверное вперед нужно вести какой же тут вариант а так ну явно надо d7 он поставил ферзя я поставил своего если он играет король h7 то 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 непонятно совсем что то ферзи и так пешка пошла а нет мы же за ничью боремся потому что здесь же слон е6 есть d7 слон е6 тут какой-то пан должен думаем да 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 ферзя куда там нужно завлечь такой позиции на f6 да то есть d7 слон е6 король h5 слон забрал слон g5 ферзь стоит на 1 шахт на f6 ферзь забрал и это ничья но 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 тут момент интересный есть куда слона ставить на f6 или на е5 дело в том что на d7 шах король h5 слон забрал слон g5 здесь можно король f6 просто сыграть и на слона шесть просто король f7 и здесь нет никакого пата а если сыграть после d7 слон е6 король h4 он забрал и слон f4 вот это видимо правильно завлечь ферзя на е5 после а1 ферзь он е5 ферзь 5 и это пад пробуем да решено долго решал но задачка не сложно ух ты ладья против пешек а я за черных получается а я получается за черных так что тут надо сделать выиграть что ли или ничью не ну ничья в принципе есть король е4 дальше шах король отошел тут наверно все таки выиграть надо король е4 король то есть е4 ну да король е4 король f4 король е4 вообще так техничнее потому что на шах на g4 следует король f3 взяли на h4 g2 и потом спустились на эскалаторе вниз но если король f4 это король d3 дальше пешка h3 король е2 пешка h2 а дальше ладья h8 пешка g2 да вроде тоже выиграна какая разница король f4 король d3 h3 а а так король d4 король f4 король d3 h3 ну можно дать шах на ладья f8 король g4 пойти король е2 на h2 пойти ладья h падежит 8 король так тут тоже вроде выигран почему здесь какая то есть разница на король е4 до крови 4 водя же 4 король f3 водя h4 же 2 ну тут вроде нормально прислодиан h3 король f4 спускаемся вниз на а если король 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 d3 после короля в 4 до королев 4 дальше как и сводишь 8 тоже но а если король d3 то h3 так а так тут подождите тут получается вроде бы как шахи только король в 4 король d3 h3 шах водяев 8 если он например ходит король же 4 тогда я еще шах но тогда король в 3 до подпешку так король в 4 а может быть на королев 4 тогда они король d3 король d5 ведь мы же должны за хвост хвататься то есть король f4 король d5 h3 дальше h3 шах на 8 занимался когда такими окончанием а теперь все равно сложно все равно сложно разобраться так по ходу дела все таки мне подсказывает что то что король d4 правильно но это что-то подсказывает что нужно искать и проезжение куда король в 4 но смотрите король и 4 до что дальше король и 4 если король c5 то король король в 3 король д5 h3 король и 5 аж 2 ладим да вроде выиграна если король и в 4 король d4 например король 4 король d4 h3 шах на 8 король же 4 король е3 если h2 то шах дальше король отошел дальше шах на 2 аж 2 дальше шах на 4 и 3 аж 2 andra h2 аж 2 дальше шах на же 8 тоже не получается то есть вроде и так и так можно но тогда может быть король 4 правильно если король 4 какой тут может быть ход может быть ладья h8 тогда же 2 шах отошел шах отошел шах отошел все король е4 ладья h8 g2 взял король в принципе король 5 тоже король f4 король d4 h3 ладья h8 король g4 так может быть ладья g8 король f3 ладья f8 король g2 круги 3 h2 не успевают а так королев 4 442 года до королев 4 королев 4 в чем разница непонятно королев 4 король d3 король 4 на король f4 вот кажется что король f4 проигрывает вернее не проигрывает ведет нищий король d3 h3 король е2 h2 дальше шах на ф8 король g4 шах наш 8 король h3 так еще раз королев 4 король d3 h3 h3 наверное надо сначала сыграть ладья f8 король g4 и теперь король е3 дальше на h2 просто сыграть шах на g8 король h3 шах король g2 король f4 вроде за хвост и ухватился там есть отходы то есть король f4 король d3 дальше h3 шах на 8 король g4 король е3 h2 шах на g8 если в этой позиции просто сыграть не король h3 а сыграть просто король f5 что дальше тогда ладья h2 и g2 и плохо да может быть король е4 действительно нехорошо посмотрим король е4 ладья h8 g2 забрали король f5 это выиграно если король е4 ладья h8 g2 ладья g8 то h3 и и и и и и непонятно как держать да так король е4 так король е4 король е4 король е3 ладья g8 король f2 а ну-ка давайте король f4 король d5 ну если ладья h6 то есть h8 то тогда g2 шах а я понял так видимо король е4 король d5 точно потому что король f4 король d5 если h3 то тогда ладья h8 если в этой позиции сыграть если этой позиции сыграть g2 то тогда мы делаем опять что мы делаем не понял я что делаем вроде бы как король ф4 король d5 должно быть так мне кажется король 4 король d5 h3 что в этой позиции аж ты даже 2 грозит владеев 8 король же 4 король е4 h2 шах на же 8 король h3 шах на h8 король же 2 король в 4 ухватились ладно кажется мне на кроли в 4 король d5 а король 4 правильно думаем так да все таки это правильно теперь возникает вопрос почему мы можем ходить или сюда или сюда да если сюда то мы забрали и же 2 вроде нормально а если сюда мы забрали сюда тоже нормально какой же ход из этих выигрывающий король забрал же 2 ждите на какой же ход из них выигрывающий король ф3 король f5 король f3 ладья h4 дальше же 2 король f3 ладья h4 же 2 ладья h3 король f4 ладья h4 поехали вниз а если король f5 ладья h4 g2 та же история вроде бы та же ну наверно не та же куда ходить ну наверно скина f3 потому что король f5 можно в принципе не брать пешку а сыграть ладья h8 да и пешки вперед не идут и пешки вперед не идут а на король f3 пешки вперед идут поэтому играю король f3 ну и здесь типичный маневр спуск на эскалаторе именно так его назвал своей книге марк дворецкий да все верно в конце этого видео будет разбор данного раньше поэтому продолжаем это какая-то была на французская защита и очень неприятно здесь у белых но как же здесь выиграть то понятно как же выиграть конь d4 то есть конь b4 cb конь d4 ферзь как защитить этого коня понятно конь b4 cb конь d4 не понял как здесь защищаться какая-то развязка может быть нет ферзь d3 это интересно но там же пешка так конь b4 cb конь d4 как развязаться страны конь b4 cb конь д4 шахов нету подход короля теряем коня ладно пробуем не знаю пробуем так ну и конь d4 да очень простая задача долго решал но видите почему-то справилась задача только половина то есть видимо искали подвоха какого-то тут подвоха и нет ухты я за белых то получается играю король забрал я получается играю за белых и что здесь на что мы работаем мы получается на ничью работаем да ухты какой красивый смотрите впад то есть король g4 ладья b4 король h5 и красивый здесь получается пад на любой ход видите ладья не может уйти с четвертой линии здесь ограничители стоят да 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 видимо так и нужно играть король g4 забрал ладья король h5 ну что ладья g4 ладья h4 ничего не даст хотя тут надо считать ладья h4 король h4 король g2 король g4 король f2 король f4 король e2 куда бежим на e5 d2 e6 c2 f7 b2 g7 вышел вышел сюда туда сюда туда но видимо ничейно а выиграть тут нельзя случайно ну как-то не получится наверное хотя тоже ребятки хотя тоже интересный момент может быть сыграть просто воде и 4 и 4 тут если черные бьют то еще мы можем даже выиграть очень хитрая задачка кстати король g4 конечно ход довольно простой но от ладей и 4 но после ладей и 4 не совсем понятно как тут вообще выигрывать если он станет на правом диасе как тут выиграть да ну ладно не знаю попробуем король g4 да ну такая задачка интересны так ну и что будет сейчас разбор ладейного окончания еще раз добрый день уважаемые любители шахмат и так мы рассматриваем ладейное окончание которое случилось в этом выпуске шахматной тактики я напомню избрал верный ход король d4 дальше была ладья g4 король f3 но здесь я думал отходом король f5 но этот ход тоже выигрывает как я подозревал но дело в том что после отхода ладьи все равно придется переходить к варианту король f3 поэтому точнее сразу король f3 ладья h4 и вот здесь после g2 спускной эскалатори то есть король f4 дело в том что нельзя ходить ни король f2 ни король d2 из-за ладья h2 и ничья нельзя ходить также король e4 из-за ладья g3 белый даже выигрывает но ход король g4 тоже ничего не дает из-за того что ладья становится с тыла и дает шах на g8 поэтому единственный король f4 после ладья h4 та же история король f5 и вот так вот потихоньку король спускается вниз и ферзь здесь появляется неизбежно на доске но ход король f4 над которым я тоже размышлял опровергается путем король d4 именно таким ходом ни король d5 ни король d3 но там тоже интересные варианты дело то что на король d3 выигрывает h3 и здесь если король e2 то h2 очевидно что белые ничего не добиваются на ладья h8 следует просто g2 и пешки проходят ну а если играть в этой позиции ладья f8 то король e5 важно что черный король не должен мешать своим пешкам на король g4 следует король е4 и дальше как в основном варианте король d4 то есть h2 ладья g8 король h3 король f4 и белые успели дело в том что на h1 ферзь следует шаг взяли ничья ну а если король g2 то просто ладья h8 это типовая позиция атака сзади то есть белые хватаются за хвостовую пешку а ладья сторожит головную пешку теперь вариант такой как то есть а после король e5 король просто не мешает своим пешкам ясно что если пешки находятся на третий горизонтали и король и ладья белых не могут сообща их атаковать то одна из пешек неизбежно проходит ферзь то есть тут позиция черных выиграна но она ход королев 4 если бы белые избрали ход король d5 который я полагал время партии что он лучший зам деле после h3 ладья f8 следует на король на король е3 ладья h8 дальше h2 король е5 король d3 очень тонкий момент дело в том что здесь если сыграть же 2 то не взять я нашла промежуточный шаг ладья h3 спасает черных вернее белых потому что отходить на 4 линии нельзя на 2 линии следует взятие и связка то есть один из типичных приемов при борьбе ладьи против пешек это промежуточный шаг король d3 поэтому король d5 король е2 король и 4 снова нельзя на g2 и золоте h2 поэтому король f1 король f3 g2 взяли и же 1 ферзь здесь черные выигрывают ну например на ход ладья d2 да ну и пускай ладья b2 с угрозой мата здесь есть разные продолжения можно ферзь h1 сыграть шаг можно ферзь g6 контролируя поле b1 ну и так далее но на ход король f4 самый сильный король d4 дело в том что на h3 следует шаг король g4 и король е4 такой позиции мы уже видели король е3 после h2 ладья g8 король f5 это проигрыш за белых ну а король е4 h2 ладья g8 король h3 король f4 и тот же прием ухватили за хвост вот это ничья вот такая довольно тонкая позиция надеюсь что этот анализ был вам полезен спасибо за внимание до свидания